привет друзья ну что наступила весна и зараза добралась таки до меня сижу дома тут на самоизоляции вот и хочу рассказать вам интересную историю вот сижу попиваю чай с лимоном имбирем такое горячее питье вот звонит мне номер телефона неизвестный представляется участковом полиции чугуева перед пришло на вас заявление я очень удивлен какое заявление на меня может прийти что я такого сделал оказалось написали на меня заявление с экологической инспекции описано что по заявлению гражданина тут чугуеве не хочу называть имя фамилию уважаемый человек вот здесь чугуеве якобы написал на меня письмо заявление в экологическую инспекцию что я нарушаю экологическое законодательство там загрязняю все все подряд и воду воздух и чего только не загрязняю вот и поэтому письму они как бы внеплановую проверку на меня оформили и я якобы не допустил инспектора на проверку я такой как бы в шоке вот это поворот во первых я не знал о позаплановой проверке никто меня не предупреждал во вторых ну как бы я никаких инспекторов не не допускал во вторых в третьих как бы ну ничего такого не нарушал и у меня как бы все правильно я там мы составили приказ по предприятию что на карантине потому что ну два человека на предприятии кто я сам варю как бы все работаю и там с помощником и закрыли предприятие на карантин потому что на самоизоляции не хочу никого заражать думаю интересная история все как бы объяснил инспектору полиции участковому сказал что так и так болею ник никого не не пускал не знаю что за дела вот мне стало интересно что я такого нарушил что инспекция за меня взялась немножко предыстории прошлый год же был карантин полный год и проверки как бы запретили никто нас не трогал вот и работа конечно тяжелая была мама мало оборачиваемость тяжелый год вот ну проверки как бы не не задалбывали этот год с начала января сразу там три проверки плановых в очередь выстраивались все все стучатся давай открывай будем все проверять но опять таки тяжелая эпидемиологическая ситуация общегосударственный карантин был естественно у у нас работы такой и не было мы закрылись на карантин как бы этот месяц провели на канал на карантине февраль нет январь январь провели на карантине вот естественно проверки не получилось по закону они должны все это переносить на следующий на следующую плановую проверку там на следующий год вот и возвращаемся к заявителю то есть я позвонил этому человеку в чугуеве вот говорю мне хотелось бы узнать что мы нарушили их очень хочу как бы это исправить если что-то не так он очень удивился очень сказал что как бы не то что не писал он даже в принципе как бы о нас не знает он но не интересуется этой темой пивной и он не знает что мы тоже существуем в чугуеве и как бы никаких претензий к нам не имеет мне стало интересно как это получается то есть в экологии получается кто-то составил подложное письмо заявление о том что мы нарушаем законодательство и на основании этого письма назначил неплановую проверку а потом еще усиливая давление написали в полицию письмо на меня а я за том что якобы я не пускаю проверяющих на предприятие ну это мне как-то задело ну мало того что подложное заявление потом еще и через полицию начинают давить что это я не пойму для чего это делается вот один вопрос давление на малый бизнес с целью чего и вот у меня как бы возник вопрос и я решил как бы немножко бороться с этим потому что это какие-то 90 какой-то рэкет получается беззаконие что это вообще происходит поэтому я написал в дбр державное бюро расследования на инспектора который на на меня заявление подал о том что там подложили заявление это как бы уголовно наказуемое дело и в полицию написал заявление что это оказывание давления на бизнес с целью чего ну надо выяснить с какой целью это все махинации вот идет проводятся поэтому вот такая вот интересная история прямо вот хотят меня прям разодрать будем будем смотреть как это дело продвигается как сработают наши органы внутренних дел вот ну и будем держать вас в курсе как развивается это дело вот так вот болею но все пока